Здравствуйте, меня зовут Елена Сорокина, вы смотрите РБК Алфа, программу Попутчики. Известный логотип Мерседеса, трехлучевая звезда, была разработана в 1909 году. Она символизирует успех марки на воде, в воздухе и на суше. Это объясняется тем, что компания Daimler, помимо автомобильных, производила еще судовые и авиационные двигатели. Мой сегодняшний попутчик, точнее попутчица, также успешна и увлечена. В экстремальных видах спорта она горнолыжница, парашютистка и стрелок. 20 лет возглавляла отдел персонала компании Норильский Никель. В настоящее время она генеральный директор и учредитель кадрового агентства Триумф в Уфе. Сайгули Шимовой. Сегодня наше путешествие в автомобиле Мерседес. Айгуль, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что сегодня мы путешествуем в вашей компании. Сегодня мы едем в автомобиле Мерседес С-класса. Как вам наше авто? Прекрасный Мерседес. С-класс это самый комфортабельный автомобиль, который может быть. Мне очень нравится. Какой у вас автомобиль? С чем связан ваш выбор? У меня автомобиль Мазда 6. Я села за руль сравнительно недавно, два года назад, потому что ранее ездила с водителем. Если сравнивать поездки с водителем, а что вы больше любите? Управлять сами или быть в данном случае ведомой? Вы знаете, в данном случае я люблю быть ведомой. Почему? Я бы хотела, чтобы ездить с водителем. Потому что, когда ездишь за рулем, сама все-таки это сопряжено с неким стрессом, плюс трата времени. Лучше бы потратить это время на какую-то деятельность. Работаете в машине, да? Да, в том числе работала. Сейчас вожу пока что. Хотелось бы еще поговорить про ваши экстремальные увлечения. Почему вы выбираете именно экстремальные виды спорта? Работа связана с многочисленными стрессами? На самом деле, скорее всего, да. То есть выбрала экстремальный спорт. Ну, такие, как горные лыжи, прыжки с парашютом. Да, мне это нравится. Ты такая хрупкая девушка. Везде, где я бываю, я стараюсь попробовать эти экстремальные виды спорта. Наверное, нравится с тем, что после ощущения вот этого драйва, который получаешь, да, допустим, когда прыгаешь с парашютом, снимается весь стресс, который накопился за этот период. Вот, получаешь незабываемые ощущения. Вот эти мне нравятся. Связано ли это с тем, что у вас, возможно, характер лидера? Все-таки вы создатель, руководитель кадрового агентства «Триумф». Скорее всего, да. Лидером я была всегда. Но до кадрового агентства «Триумф» вы 20 лет работали в известной компании «Норильский никель» руководителем отдела персонала. Интересно узнать про этот период в вашей жизни, что вам дала эта работа? Да, я устроилась в компанию международного уровня горнодобывающей «Норильский никель». Когда мне было 18 лет, по окончанию технику, приехала из Уфы. Устроилась простым специалистом в службу персонала. И прошла карьерный путь до руководителя одного из структурных подразделений блока персонала. Конечно же, я очень благодарна данной компании за все знания, которые опыт я имею. Это, в общем-то, благодаря данной компании. Потому что эта компания системная, с определенными корпоративными ценностями. И работая в этой компании, я не задумывалась о своем бизнесе ни разу, скажу честно. То есть, потому что компания дает все и материальные, и нематериальные блага. Есть такие программы, как возможность заработать, ну, как бы, вернее, возможность купить движимое, недвижимое имущество с помощью компании. Есть программы, есть передать поездки за границу за счет компании. Ну, это лучшим работникам имеется в виду. То есть, поэтому... Достаточно комфортное существование. Комфортное условие создает для работников. И заработная плата. Это градообразующее предприятие. Заработная плата очень хороший уровень. И я не задумывалась об этом. И когда только я переехала в город, в родной, вернулась в город Туфу, я, ну, скажем так, если сказать историю, да, почему хотела заниматься бизнесом, я поехала на очередное повышение в Москву в рамках MBA программы по персоналу. И на данном курсе, как бы, были учредители, генеральные директора разных сфер деятельности. Вот. Это обучение проходило недельно. И мы, соответственно, вместе, да, обедали, ужинали. Вот. И когда мы работали, как-то вот ненавязчиво мне говорят учредители, генеральные директоры, говорят, а почему ты работаешь вот на риском микрине? Это, конечно, да, международный уровень компании, но ты не пробовала сама заняться бизнесом. Ну, это было давно. Я как-то не восприняла это все на серьезный счет, просто сказала, да нет, пока не, нет, мне все устраивает в этой компании. Вот. Ну, наверное, зерно было проложено именно тогда. Вот. Потом у меня начало это созревать в голове, почему бы нет, хотелось бы попробовать. И когда я уже планировала переезд в город Туфу, в общем-то, у меня уже была идея создать свой бизнес. На себя работать интереснее? Интереснее, да. Тем более, что когда ты достигаешь определенной планки, ну, развиваться, конечно, можно, в общем-то, бесконечно, и не только по вертикали, властиной, по горизонтали, в компании, да, в крупной в том числе. Вот. Но наступает какой-то момент, ну, у меня он наступил, что мне захотелось именно свой бизнес. А я из тех людей, которые предпочитают сделать один раз, чем потом жалеть об упущенных возможностях. Как вы можете оценить ситуацию с рынком кадров у нас здесь в Башкортостане? Чем она отличается от ситуации по стране в целом, от Норильска того же? Ну, на самом деле, специфическая модель за последние десятилетия рынка труда сложилась у нас вообще в России. Чем она отличается от зарубежной практики? Тем, что когда происходит экономический кризис, то процент безработицы в остальных странах растет. У нас он может незначительно расти, либо не расти вообще. За счет того, что работодатели все-таки в основном снижают заработную плату, отпускают административные отпуска работников, и процент безработицы как бы не сильно варьируется. А за границей, наоборот, при экономическом рейсе всегда идет процент безработицы рост. Также, как бы, тенденции какие, ну, если брать Республику Башкортостан, да и в целом Россию, сохраняется голод, кадровый голод, я бы сказала, да, по определенным специальностям, по профессиям. То есть на спрос на эффективных, продуктивных сотрудников он до сих пор сохраняется. На каких? Применительно к нашему региону? Ну, применительно к нашему региону это технические специальности, потому что к нам обращаются в том числе заводы, как бы предприятия, в которых есть HR-сфера, HR-отдел. Но в силу определенных объективных причин, что они не могут тратить все свое время, да, на поиск и подбор, эффективно имею в виду, поэтому они обращаются к нам для подбора именно технических специальностей. Также актуальны маркетологи в наше время, лингвистика и, конечно же, сфера продаж, это менеджеры по продажам, руководители отдела продаж, коммерческие директора. Это тоже актуальные специальности у нас в Республике. А дефицит кадров, востребованных тоже, с чем связываете? С тем, что происходит отток хороших кадров из нашего региона? Или это недостаток образовательной системы нашей? Ну, недостаток кадров, наверное, потому что все-таки мы сталкиваемся, если брать молодое поколение, и 100% будем говорить откровенно, что мы подбираем, из них тестируем, собеседуем и подбираем где-то процентов 30-40. Только которые подходят для клиентов, потому что именно они будут эффективны и продуктивными. Но есть часть этого молодого поколения, которое, к сожалению, скорее всего, либо не определилось еще своей профессиональной деятельностью, поэтому они ходят с одного предприятия на другое, ищут себя, так скажем, ищущие свою работу. Также имеет место быть, конечно, в этом процентном соотношении не совсем ответственные, не совсем исполнительные все-таки кандидаты. К сожалению, это тоже имеет место быть. Это то самое поколение Z, о котором говорят эксперты, что сейчас на рынок труда вышло новое молодое поколение. Люди хотят все и сразу. Насколько актуальна проблематика поколения Z для Башкортостана? Ну, она также актуальна, конечно, поколение Z диктует свои правила. Если мы заглянем лет 20-30 назад, имела место быть заработная плата фиксированная, да, скажем, были штатные расписания, был определенный уровень заработной платы. Это сейчас как бы и сами веяния, и в экономике, и в целом по стране, в которой происходят изменения. И благодаря этому поколению в том числе есть такое понятие неограниченная заработная плата. Мотивационная система оплаты труда, которая подразумевает, сколько ты заработал, сколько ты получил. Ну, молодое поколение Z, оно в любом случае, знаете, если их направить в правильное русло, если их заинтересовать, то они будут эффективными, продуктивными. Вот сейчас многие руководители задумались, как их направить в правильное русло, как их заинтересовать. Вот просто я хочу сказать, чем они отличаются от предыдущих поколений. Они отличаются тем, что для них на первом месте, к сожалению, или к счастью, стоит не работа. То есть если предыдущее поколение на первом месте стояла работа, то есть первое, для них на первом месте стоит самообразование, путешествия, тяга к жизни во всех ее проявлениях. А работа – это средство для заработка на вот это все, то, что я назвала, да, радости жизни. Да, то есть заинтересовать их можно чем? Интерес плюс деньги. То есть заинтересовать именно… Вначале нужно, конечно же, выявить, какая профессия для них близка, какая специальность. Это важно. Потому что просто там, где большие деньги, заработать не получится, если нет интереса к работе, если нет определенного желания. А заинтересовать их можно, я еще раз говорю, то есть мы методом тестирования, методом собеседования выявляем то, которое направление молодым людям интересно, направляем, и они работают довольно-таки эффективно и продуктивно. С другой стороны, в связи с экономической ситуацией появился еще один тренд на рынке труда – это работать много, а получать все-таки мало. Согласны ли вы с этим и как долго сохранится этот тренд? Этот тренд, конечно же, не будет сохраняться долго, потому что кризис, он имеет место проходить, то есть он пройдет, соответственно, все это изменится. Но не совсем согласна, наверное, с тем, что много работать и мало получать, потому что вот наши клиенты, с которыми мы работаем, они готовы платить своим работникам в случае, если они будут эффективны, продуктивны, если они будут делать, достигать тех целей, которые им ставит компания. Поэтому я думаю, что этот тренд ненадолго. Какие профессии будут исчезать, будут терять свою актуальность? Профессии уже сейчас исчезают и будут исчезать те, которые заменяют роботизированная техника, автоматизационные системы, то есть все, что можно переключить и делать посредством машин, это все будет исчезать. Ну, такие как операторы колл-центра, это уже имеет место быть, диспетчера, лифтеры, даже водители в скором будущем, как прогнозирует Яндекс. Вот, какая-то часть это будет опять-таки не человек. Вот, также имеет место быть не то, чтобы исчезать, но снижается потребность в вакансиях бухгалтера, юриста за счет того, что эта компания переводит данные услуги на аутсорсинг в какие-то консалтинговые компании. Поэтому исчезнуть они не исчезнут, но уменьшается значительно количество. Кстати, кадровиков тоже, специалистов по кадрам тоже зачастую уже сейчас переводят на аутсорсинг компании решения этих вопросов. В каком случае компании интересно обратиться в кадровое агентство, а в каком случае лучше взять своего HR? Ну, нужно обращаться тогда, когда вы уже перепробовали, допустим, да, все возможные варианты поиска подбора самостоятельно, и у вас не получилось. Возможно, то, что вы подбирали, не удовлетворяет вашим целям и задачам компании, то есть не выполняет это должным образом человек. Тогда, конечно же, нужно обращаться к профессионалам кадрового агентства. Также нужно обращаться тем, у которых нет HR-менеджера в штатном расписании, ну, то есть в штате нет HR-менеджера, потому что в основном это наши клиенты. Но также к нам обращаются крупных предприятий, где есть HR-отдел, но в силу того, что они загружены другой работой, они обращаются для того, чтобы мы подобрали, это, конечно, в основном узкопрофильные технические специальности. То есть тоже как бы обязательно обращаться. Но мы подходим индивидуально к каждому клиенту. У нас недавно была ситуация, вот был клиент, у которых за полтора года прирост в количестве выражений 200 человек, и они к нам обратились подобрать им персонал. Но мы посоветовали подобрать именно HR-директора, потому что в стратегии развития компании идет рост на тысячу человек, планируется, и, соответственно, эту систему нужно выстраивать. И просто переводить это на аутсорс кадрового агентства этого недостаточно, потому что HR-сфера гораздо больше, чем поиск и подбор персонала. Поэтому мы, конечно, посоветовали подобрать HR-директора, мы его подобрали, он сейчас занимается подбором у них компаний. Поэтому каждая компания у нас индивидуальный подход. Каким образом в кадровом агентстве «Триумф» вы подбираете сотрудников для ваших клиентов? Мы подбираем, конечно же, методом и размещения на работных сайтах, и обязательно проверка резюме, проверка документов. Идет тестирование разноплановое, то есть в том числе личностных характеристик, в том числе профессиональных характеристик, в зависимости от специальности на которую. И мы собираем рекомендации от предыдущих работодателей, проводим очное собеседование с людьми. То есть у нас полный комплекс. Конечно же, есть авторские методики, которые не будем оглашать во всеуслышание, потому что они являются авторскими. Отчего они касаются, эти методики? Ну, они касаются, именно нам помогают подбирать эффективных, продуктивных, именно нужных данному клиенту работников, кандидатов, которые непосредственно подходят под описание портрета. Чем вы выгодно отличаетесь от конкурентов? Какие преимущества получает клиент, обращаясь в кадровое агентство «Триумф»? Наше преимущество кадровое агентство «Триумф» является непосредственно индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы подбираем обязательно эффективных, продуктивных сотрудников, даем гарантийный срок до 6 месяцев на данных кандидатов. Вот, в общем-то, наверное, вот этим мы отличаемся. Это очень выгодно. Насколько часто вам приходится в течение 6 месяцев менять сотрудника? Это происходит крайне редко, я бы сказала, 1-2% из 100%. И с чем это связано? Это бывает связано, например, с тем, что человек переехал в другой город, то есть он устроился, ну, по каким-то пассивным обстоятельствам. А был один случай, когда девушка устроилась, ну, вот, ушла в декретный отпуск, о чем мы не смогли, скажем, догадаться. Вот, такие разные обстоятельства, но это бывают маленькие проценты. В основном у нас 99%, как я сказала, что все сотрудники работают и эффективно работают, и у нас очень много отзывов и рекомендаций на сайте представлено. Хотелось бы с вами еще поговорить по поводу атласа новых профессий. Это разработка Сколково, исследование Farsight Competency 2030. Согласно атласу, обозначено более 160 новых фантастически на сегодняшний день звучащих профессий. Верите ли вы в эти прогнозы и как быстро они осуществятся? Да, я ознакомливалась с данным перечнем. На самом деле статистика приведена, была проанализована 2000 предприятий. Относительно 5,5 миллионов, которые в России с малого и среднего бизнеса, это, конечно, маленькая цифра, но все-таки те профессии, которые там указаны, имеют место быть. То есть я больше, скажем, верю, чем не верю. Такие профессии, которые новые, да, вот если взять космонавтику, там, много-много десятилетий назад, для нас это казалось невозможным, ну, какой космонавт? Название космонавт звучало странно. Странно, да, они непонятно. Сейчас прогнозируют, да, что появятся менеджеры космотуризма, космогеологи, космобиологи, инженеры-космодорожники. Да, да, совершенно верно. Ну, да, это действительно будет, опять-таки, вот есть там такие профессии, как сити-менеджер, ой, простите, сити-фермер, да, сити-фермер. Есть экологи-урбанисты, да, которые... Сетевой врач, глазер, тьютер, игромастер, биоэтик. Для Башкортостана это актуальная информация? Кто у нас в нашем регионе будет востребован? Ну, востребованы те же сити-фермеры, те же специалисты по поиску новой энергии. Это очень актуально за счет природных стихий. Также экологи, потому что экология у нас сейчас основная тема в мире, поднимается и в России в том числе. Айгуль, сейчас в Америке очень популярна становится система горизонтального управления. Вы сторонник какой все-таки системы управления? Вертикальный или горизонтальный? Плюсы и минусы той и другой. Ну, я все-таки сторонник вертикальной власти правления. Потому что, я думаю, что, знаете, в России у нас есть своя методика управления. И какие бы не входили на рынок, скажем, труда методы управления извне, с других стран, они все равно претерпевают изменения, трансформируются в нашу русскую модель управления тем или иным предприятием. Вот, еще об этом сказал Прохоров в своей книге. Поэтому я считаю, что вертикальная власть правления – это все-таки более актуально для России. Но из плюсов, наверное, все-таки то, что руководитель должен быть один и который руководит непосредственно процессом. Потому что процесс он един, и кто-то один должен все-таки руководить. А если взять вот это вот самое поколение, наше новое поколение Z, может быть, как раз им ближе горизонтальная система власти? То есть, по сути, ее отсутствие, правильно? Ну, им ближе власть. Но, скажем, для поколения Z вообще, в принципе, власть правления не настолько актуальна, сколько, еще раз повторюсь, интересы деньги. То есть для них, наверное, не столь важно, это вертикально или горизонтально. И, в общем-то, если есть интерес, если есть деньги, они смогут в любой горизонтали или вертикали власти работать. А за границей горизонталь приживется? Ваши прогнозы. Я думаю, да, за границей это приживется, а в России все-таки спорный вопрос. Время покажет. Спасибо большое за интересную беседу. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам. Благодарим компанию Арт Моторс за предоставленный автомобиль. Всем хороших дорог и интересных попутчиков. Продолжение следует...